Ребят, всем привет! Ну что, лето наконец-таки наступило, и пришло время, так сказать, отдыхать, уходить в отпуска, либо вечерами по выходным хорошо проводить время. Лето это в первую очередь жара, соответственно, пиво нужно соответствующее, то есть мы сейчас, конечно, некоторые имперцев пьют, как и я периодически летом, но все же, лето хочет что-то легкого, то есть не крепкого, то есть чего-то такого, что будет тебя освежать в первую очередь. И вот я решил сделать такую подборочку, тут пиво получается у нас из масс-маркета и не из масс-маркета, есть немного крафта, есть немного импорта, но в целом пиво более-менее все равно доступное, то есть какие-то, да, вариации может быть будет сложнее найти, но все же. По какому принципу я подбирал пиво? Во-первых, по алкоголю должно быть точно не крепкое пиво, потому что лето ассоциируется в первую очередь, как бы, ну куда, куда крепкое пиво на улице как в жару пить, чтобы плохое стало, ну нет, не должно быть так. Пиво должно быть легким, то есть опять же от стиля зависит, но все же оно должно освежать, это должно быть что-то такое вот, либо цитрусовое, либо еще что-то, то есть тут все от стилистики зависит. И я долго думал, ходил, вот пришел к такой подборочке интересной. Давайте-ка, наверное, так сделаем, я сейчас это все дело убираю, и мы начинаем дегустацию, и по каждому пиву я буду говорить отдельно, почему я его взял. И давайте начнем все-таки с безалкогольной истории, все-таки за рулем, кто-то же вас везет на природу, соответственно, ему тоже пивка хочется, вот, поэтому одна безалкоголка точно должна быть на лето, она должна быть не сладкая, и стелу я беру, в принципе, всегда, когда хочу безалкогольного пива, обычного простого. Она доступная, она много где продается, она стоит что-то рублей 80, что-то около того, вот, и она одна из немногих, кто действительно вкусная безалкоголка, без сахара, то есть не чувствуется тот самый сахар. Ну, сейчас мы опять же это еще раз проверим. Так, смотрите, давайте-ка посмотрим, это у нас получается 0,45, ну, понятное дело, что алкоголь 0,5 тут прописывается, это пив у нас делает Эфес. Я думаю, нет смысла там как-то разглядывать тикетку, она продается еще в стекле, есть в банке, есть в стекле, то есть есть разные вариации. Давайте посмотрим, сейчас что посмотрим, я его миллион раз пил, но все же вам покажу. У меня был отдельно выпуск по безалкогольному, вот, и стелу, не помню, там была-не была, мне еще понравились жигули барные безалкогольные, но не так давно я их взял еще раз, и они оказались прям очень сладкими, по сравнению со стелой. Вот, пиво вот так отлично фильтрованное, такая пенная шапочка, ну, такая хорошая пенная шапочка, плотная, не знаю, то есть я вообще как бы подсел на стелу, когда был в Саратове, мы ездили к родственникам, отмечали там день рождения и так далее, и вот на следующий день, так сказать, после бурной, так сказать, пьянки, день рожденьковской, назовем это так, отлично заходил этот безалкогольный стелу, давайте понюхаем. Пахнется ладами, никаких там посторонок, никаких неприятных запахов нет, пахнет приятно. Ну, чисто вот солодовый запах, ничего особенного, давайте пробовать. Слушайте, отличная безалкоголка на самом деле, все равно вот вы когда берете любую безалкоголку, все равно там вот эта вот нотка, сластинка прочувствуется, она тут тоже прочувствуется, но она настолько минимальна по сравнению со всеми остальными безалкоголками, ну, как бы ее прям супер сложно с ними сравнивать. Стелу это, ну, как по мне, лучшая безалкоголка в масс-маркете на данный момент, может быть, что-то сейчас интереснее появится, но пока это так. Она сухая, она солодовая, она безалкогольная, я просто не знаю, что тут еще добавить. Хорошая, легкая, очень питкая, сухая, безалкоголка, отличное пиво, отлично подойдет под, там, за рулем, вы не за рулем, не имеет значения, может быть, просто вам не хочется чего-то алкогольного пить, то это прям вот я рекомендую, это очень хороший вариант. Ладно, давайте я тоже не буду, наверное, составлять, так просто как-то аккуратно буду составлять, что пиво очень много. Давайте теперь перейдем, наверное, к Эль Капульке, сервеза Клара, стилу Мехикану. Это у нас 4,5 алкоголя и, естественно, это 0,4 бутылочка, кстати. Это, конечно, закос все под корону, почему я его, в принципе-то, взял, потому что летом оно, на самом деле, неплохо-то и заходит, то есть я его просто так не взял бы, вот, допустим, просто вечерочком дома попить, посидеть, да, но если я буду где-то, допустим, на пляже валяться, либо буду где-нибудь даже, там, я не знаю, сидеть на летней веранде во время жары, оно отлично зайдет, потому что это неплохая история. Насколько я помню, там есть лайм еще добавленный, вот, и вот эта вот история с лаймом, она неплоха, особенно, когда она холодная, то есть это действительно неплохой вариант и стоит он тоже недорого, то есть он там рублей 70 стоит, по-моему, это вся история, что, в принципе, тут можно по составу, кстати, прочитать. Вода питьевая, солопия, вареные ячмены, рис или кукуруза, смотреть букву в коде сроку годности, странно, ладно, окей, световый нектар, агавы, хмель, хмельные продукты, прикольно, прикольно, ну, у меня все свеженько, видите, тут добавляется агава, интересно тоже, да, то есть я, кстати, ничего-то не припомню, кто у нас еще добавляет. Вот, и, опять же, она откручивается, это тоже большой плюс, давайте-ка посмотрим, какова она будет в бутылочке, так, я знаю, что она суперлегкая, я пил ее, ну, вот, не так давно, на самом деле, была такая жаришка, я вот на улице как раз ее цепанул и выпил с радостью, вот, давайте посмотрим, она хорошо фильтрованная, понятное дело, пенная шапка, кстати, меньше, чем у Стеллы, но есть, такая легкая, светлая, очень прикольно, что бутылка прозрачная полностью, прям, вот, чисто, знаете, такой летний вариант, не знаю, вот, мне, помимо, как бы, вот эта вот вся стилизация, она очень хорошо подходит, и мне, помимо вот этой бутылки, допустим, какой-то темный, вот, допустим, как вот эта вот история, да, хоть тоже я в летнюю подборку побрал, но по другим причинам, она, как бы, визуально меньше ассоциируется с летом, и я понимаю, почему вот такую вот историю делают, именно, вот, для каких-то солнечных летних дней, ну, как-то так, короче. Вот, если это в Сочи продавалось бы, да, допустим, далеко от пляжа, я лучше бы это брал, чем местное. Простите, сочинцы, если смотрите. Слушайте, очень хорошая история, очень хорошая история, легкая, питкая, при том, что из-за того, что ты рис для кукурузы, но при этом нету никакой сластинки, что это очень важно, да, и присутствует какой-то вот послевкусие каких-то тропиков, как тут написано, не гуава, а агава, по-моему, да, да, агава, но при этом, не знаю, то есть, как бы, вот этот вот чуть висковатый тропический привкус есть, очень легкая, очень прикольная под лето, то есть, я же говорю, типа, тут нет такого, что вот это прям, знаете, как вот хамовенький, это топ, то есть, у меня сейчас тоже хамовенький, да, то есть, мы о них чуть дальше поговорим, это вот девчулькам взять, самому, когда там, я не знаю, на жару, как-то я не знаю, как будто сижу, оправдываюсь, почему я взял элькапульку, элькапулька нормальная, то есть, ее можно, в принципе, пить, просто так, сесть с пацанами попить, я, наверное, не возьму ее, а вот чисто так, как-то вот в жару, отличный вариант, ее можно, в принципе, прям усадить, и все, и забыться, скажем так, прикольно, прикольно, а кто ее делает? Э, эту историю тоже делает эфес, молодцы, еще два хороших, прям, этот, таких летних вариантиках, так, ладно, давайте переходить дальше, что будем пить дальше, так, а давайте, наверное, сразу вот сюда, такому собрату перейдем, это у нас Жигули пиво светлое, 1968, бережная фильтрация при температуре ниже нуля, баланс мягкого вкуса и освежающего аромата, вот недавно, по-моему, как раз, по-моему, Савицкий писал в телеграм-канале, что идет какой-то рост вот этих вот, так сказать, прозрачных бутылочек, все это короновская история, вот, и как, как многие бренды, да, допустим, косят под корону, то есть вот тут, на самом деле, ну, очень похожа, да, история, только Жигули, ну, то есть МПК, который производит Жигули Бардая, пошли немножко по другому пути, они, так сказать, сделали такую же прозрачную бутылочку, но при этом в своем полностью стиле, без всяких отсылок к Мексике и так далее, но все равно вот эта вот, так сказать, цветовая гамма, которая тут выбрана, она все равно дает какой-то, вот, знаете, типа легкий эффект, белый, светлый, как-то вот, я не знаю, ну, как бы очень хороший дизайн, потому что, когда ты смотришь на эту бутылочку, ты сразу представляешь, что действительно легкое какое-то пиво, очень облегченное, такое вот, не знаю, мне нравится. Так, давайте-ка посмотрим, а, и, кстати, что хотел сказать, по-моему, у МПК это самое продаваемое сейчас пиво, которое у них есть, по-моему, кто-то говорил из, по-моему, этот, по-моему, говорил, короче, главный пивовар, говорил, я забыл фамилию, так, этносоедственное МПК, тут город Матищ, состав вода питьевая, соло пивоварное, ячмены, пшеница, хмель и продукты, алкоголь 4,5, 11,3 плотности и все на этом. Не знаю, я тоже несколько раз брал это пиво, я не могу сказать, что он какой-то прям вау, но, ой, вот, кстати, было легче открутить, на самом деле, намного легче ликопульку, тут прям, ладно, не будем, мучиться, она откручивается, но не в этот раз, скажем, ну, их нихрена сию затянули, я вам скажу, я ее даже не с первого раза смог открывашкой открутить, ладно, короче, не могу сказать, что пиво, саму все прям вау, какое классное, типа, и такое бы брать постоянно, но, опять же, под лето оно почему-то хорошо заходит, я, вот, жене, кстати, беру периодически ликопульку, ей нравится, и вот эта история тоже вполне заходит, вот пенная шапочка, что-то прям грустная совсем, да, пенная шапка, вот, интереснее было явно на ликопульке, тут она прям за секунду улетает, ну, пиво хорошо фильтрованное, тут никаких проблем нет, давайте понюхаем, вот тут уже больше пахнет именно солодом, причем солодом сладким, но при этом без дефекта, без понятного дела, без всего вот этого, пахнет просто очень ярко солодом, пахнет причем, ну, не так, как жигули барная классическая, которая тут тоже есть, оно как будто чуть легче пахнет, как будто свежее, но пахнет действительно свежо, и стоит тоже, там, типа, а-ля, там, 70 рублей, 60 рублей, они сейчас все в таком диапазоне стоят, давайте пробовать, слушайте, на самом деле прям реально хорошее пиво, оно легкое, оно прям реально легкое, как будто есть рис, честно, но оно, оно сладковатое, легкое, прям супер легкое пиво, солодовый вкус, очень нежный, причем пролетает очень быстро, и никакой хмелевой горечи нет вообще, и что тут нет хмелевой горечи, что тут нет хмелевой горечи, поэтому для лета прям отлично сойдет, хотя, о, кстати, музыка со вкусом, подождите, тут какой-то есть QR-код, тут какая-то интересная штука есть, вот сейчас покажу, вот тут есть какой-то QR-код, написано музыка со вкусом, они что получается, записали отдельную песню, короче, пиво хорошее, оно под лето прям подходит замечательно, да, у них, представляете, музыка со вкусом первая серия, о проекте музыка со вкусом, музыкальный спецпроект, который мы изнутри показываем процесс создания песен в течение нескольких дней, как зарождалась мелодия и слова, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, прикольная тема, кому интересно, изучите, вот тут есть QR-код, можете сканировать, что-нибудь там узнаете интересно, что-то с музыкой связано, я сейчас просто не хочу, сейчас столько времени занимать вашего, пиво классное, на самом деле, сладковатое, чуть под лето, вот под жару замечательно, отлично подойдет, можно прям залповать такое пиво, супер легкое, супер хорошее, вот это вот прям база для девчонок, девчонки, если смотрите, вот прям база, берите вот это, это прям хорошо, что-то, 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 прям вам понравится, никакой хамелевой горечи нет, очень вкусно, очень легко, тут есть там всякие травы, травки, агавки и так далее, тут сухое безалкогольное, тут что-то сладковатое, как будто есть немножко прям, но при этом соудовое, то есть, ну не знаю, прям хороший вариантик, прям вот, мое почтение, мои рекомендации, ладно, давайте-ка переходить дальше, давайте, наверное, перейдем к, не отделяем, либо к хамовникам, либо сразу к импорту, давайте на их хамовникам, импорт чуть оставим дальше, вот, и всякие там шички, давайте закончим с МПК, а, нет, у меня там еще жигули барная будет, ну ладно, давайте, смотрите так, пензенская, пензенская это уже не для девчонок, скажем так, потому что девчонки не очень любят, когда есть вкус хмеля, как правило, то есть, ну не все, понятное дело, если хмель, то очень интересный, какой-то там травянистый, фруктовый, там и так далее, ягодный, но горький и пензен, они, как правило, не любят, вот, поэтому это скорее для пацанов, хотя, как бы, девушки разные бывают, ладно, не будем тут делить пополам, ну, как бы, я говорю с точки зрения именно, вот, потребления, как оно есть, давайте посмотрим, что по составу, вода питьевая, солопиваренный, ячменный, хмеля продукты, 4,8 алкоголя, 12 плотности, пензенская, это у нас пюснер, который имеет такую вот, ну, довольно яркую, на самом деле, именно отхамовенькую горчинку, почему я его взял, потому что оно, на самом деле, довольно хорошо газированное, хорошо освежающее, и оно сильно выделяется из, ну, той же ценовой категории, тоже стоит, там, в районе 70 рублей, хамовенькие, эти пензенские, они сильно выделяются на фоне всех остальных конкурентов той же ценовой категории, это супер качественный пилснер за свои деньги, прям супер качественный пилснер, и он, и вот аналогов, примерно, вот за те же самые деньги, их, по сути-то, и нет, вот, поэтому летом он хорош, когда хочется хмелевой горчинки, когда хочется, вот, посмотрите, какой он хорошо фильтрованный, когда хочется хорошего вкуса солода, легкого, пролетающего, то есть, это вот, уже для любителей хмеля такому, чтобы, ну, при этом, никогда не хочется брать и пашку, но хочется чего-то хмельного, горького и легкого при этом одновременно, вот что-то вот такое, наверное, давайте понюхаем. Ну, пахнет солодами легкими-легкими. Ну, оно суперчистое в запахе есть, честно, пахнет просто какими-то там легкими солодами, не знаю, пинзенское я беру не суперчасто, но летом оно прям взлетает. Еще есть хамомки чешское, то есть, это чешская деситка, она, к сожалению, редко где продается, то есть, оно бывает в перике стоит, и у меня самый смешной случай, что я вот ходил сегодня, как раз набирал часть пива для этого выпуска, и я заходил в ленту, которая недалеко около дома стоит, и я такой думаю, о, смотрю, чешское, думаю, блин, кайф, возьму, взял, и, чтобы вы понимали, у него до конца срока годности оставалось, сколько получается, 4 дня, потому что оно год стояло, при том, что я думаю, что, скорее всего, он где-то на складе стояло, потому что, когда чешская появляется в магазинах, его сносят, то что они очень маленьким объемом выпускают, и его сносят просто, я уже не стал брать, думаю, ну, блин, это осталось там по сроку годности херня, потому что все-таки надо пиво-то свежее брать, и при этом я удивился супер, и я такой думаю, ладно, возьму пинзенское в ленте, смотрю, оно стоит с декабря, ой, с ноября или с октября, я такой, что с лента, что с тобой не так, почему так, что, потому что обычно от МПК продукция, она довольно быстро разлетается, ну, странно, ладно, что-то я отвлекся, давайте пробовать, очень хороший пинзен, сухой, с такой прям вяжущей горчинкой хмелевой, причем яркой довольно, яркой довольно хмелевая горчинка, но при этом оно такое забалансированное, оно такое питкое, сухое, но при этом все равно маслянистое, то есть тут есть вот маслянистость, она прям чувствуется, оно вроде как бы легко пьется, но при этом оно настолько объемное, обволакивающее, блин, это очень крутая тема, тема, как я мог назвать храмовый гиппинзенской темой, нет, не тема, это классное пиво, это очень крутое пиво, я думаю, что, ну, есть опоконники, которые взгляют там на венское и пинзенское, да, то есть есть большинство берут, соответственно, венское, вот, но фанат, так сказать, пилсов, они все берут пинзенское, короче, к чему я все это говорю, к тому, почему я не взял венское сюда, потому что хоть бы оно и самое распространенное, но там огромное количество солда, то есть оно такое прям вот, ну, венское-венское, блин, то есть оно прям такое супер солдовое, сладковатое и так далее, то есть я подумал, что оно на самом деле немножко не подходит под лето, как по мне, потому что от лета хочется, от масс-маркета именно, то есть я не говорю про крафт, чего-то прям супер легкого, питкого и так далее, то есть хочется чего-то освежающего, и вот не хотелось бы засыпи солдов, янтарных солдов, которые тебе там дают эти всякие, короче, выпечку, бисквитность, вот это вот всю, тяжесть какую-то, как будто, хочется что-то супер легкого, вот такого вот, хмельного, чуть-чуть, что-нибудь такое вот, ладно, что-то я заболтался, так, к чему, давайте добьем тему, с МПК мы не будем добывать тему, это чуть позже, наверное, давайте чуть попозже, давайте к хелесу придем, давайте к импорту, что-то я прям так смотрю на него и хочу взять Штейнброй, это у нас хелес, я его взял в Винлабе, но на самом деле он много где продается, то есть Штейнброй, я его взял за 200 рублей, но оно, его можно взять и за 180 в целом, то есть оно есть, да, это дорогая уже история, потому что, к сожалению, к сожалению, нету нормальных хелесов в категории, наверное, до 160 рублей, есть один хелес, я его пробовал в выпуске, по-моему, про перекресток, но в перекрестке сейчас я его не нашел, я вот сюда фоточку выведу, это офигенный хелес, то есть он классный был, легкий и так далее, но я его не нашел, к сожалению, и он стоит сейчас вот где-то там, как раз рублей 150-160, мне кажется, эта вся история стоит 200, Штейнброй я брал не раз, это вполне нормальный себе хелес, звезд с неба не хватает, но при этом и неплохой, легкий, кайфовый хелес, я в последнее время прям очень полюбил хелесы и от разных пивоваренных постоянно покупаю, недавно вот был хелес от Велки Морабы, я ссылочку в описании оставлю на телегу, то есть и где-то сюда или сюда тоже выведу QR-код, там был пост как раз-таки про хелес от Велки Морабы, он был такой прям особенный, интересный, потому что он был супер легкий, супер кайфовый, но при этом с яркой хмелевой горечью, как типа, я по-моему, это назвал нано пивус какой-то, короче, хелесы очень классная тема, если кто хочет изучить, у меня даже был вслепую, по-моему, выпуск, да, был вслепую выпуск по хелесам, кто хочет изучить, под лето просто идеальное пиво, супер легкое, супер забалансированное и так далее, вот, так, что-то я заболтался опять, давайте про Штейнбройта, что у нас тут такое, состав родниковая вода, интересно, да, ячменный солод, хмельный экстративность начального сусола, 12,5, алкоголь 5,2, она у нас свеженькая, это у нас импорт, это у нас Германия, не знаю, я думаю, что многие из вас видели эту пиварку, ну, как минимум, вот эту бутылочку видели, она продается, по-моему, сейчас и в Перике продается, да и везде она сейчас почти продается в таких крупных магазинах, вот, если вы там из небольшого города, либо города сильно удаленного от, так сказать, центральной части России, короче, вот, если вы в городах, где там не так много, в принципе, самого импорта или крафта, то сходите в гипер какие-нибудь типа ленты, там, еще чего-то, и там вы, скорее всего, эту историю найдете, потому что они продаются там уже очень-очень давно, Ашаны, вот, смотрите, супер кайфово, о, какая красота, просто идеальный соломистый цвет, очень хорошо фильтрованный, очень хорошо фильтрованный, пенная шапочка такая, что-то маленькая, хотя нет, ну, нет, она достаточная, такая небольшая пенная шапочка, давайте понюхаем, ой, как хорошо, пахнет солом, пахнет, знаете, такой вот хамелевой запах, он как цветочки какие-то, да, это очень сильно отличается, он прям пахнет каким-то там немножко, ну, реально цветами пахнет, то есть у хелесов иногда прикольно, что у них часто хмеля, которые используются, они пахнут цветами легкими, и для лета это прям вообще потрясающе, да, 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 ну, прям вот супер-супер забалансированный, я, кстати, вот цветочек хотел показать, да, тоже есть, для лета отличная история, то есть легкая, ты чего я болтаю, давайте пробовать, в хелесе самый главный баланс между солом и, естественно, хмелем, да, в данном случае баланс очень хороший, тут, когда вы пьете, вы, в принципе-то, не будете обращать внимание на вас, так скажем так, на вас не обратит внимание ни хмель, ни солод, то есть тут хорошо забалансированное пиво, очень легкое, с сухим финишем, очень хорошо обволакивает полость рта, при этом никакой хмелевой горечи тут нету, то есть она прям вот супер такая, знаете, она прям на кончике языка где-то остается, то есть такая вот, ну, маленькая-маленькая совсем где-то вдалеке, вот, и при этом очень бахатистое нежное пиво, прям супер легкое, такой вот прям, я не знаю, вот я уже сижу, перечисляю, какое там пиво, это легкое пиво, это легкое пиво, это, ну, горьковатое пиво, ладно, не легкое, ну, тут сильно отличаются, более какое-то, ну, маслянистое, плотное, это прям вообще, это пролетает, как этот, ну, слушайте, очень сложно описать хелес относительно вот этих легких товарищей, потому что в целом-то они на самом деле повторяют друг друга, потому что тут, ну, тут как бы больше сладости, больше каких-то там историй, связанных с ароматизаторами и так далее, тут этого нету, тут нет ни сладости, ничего такого, она чуть-чуть суховатая, при этом легенькая, пролетающая, то есть я не знаю, как это описать, ну, как бы нормальным языком, у меня сегодня вообще выпуск, в принципе, с проблемами описания, я вот что-то пытаюсь постоянно говорить, да, что-то описывать, но язык прям завязывается, видимо, вот сложная рабочая неделя дала себе знать, и давайте, наверное, закроем вопрос таких прям вот супер-супер легких историй, это у нас деситка, это деситка пражечка, я на нее прям очень жестко подсел в последнее время, не знаю, когда мы были в Праге, мы пили в основном, ну, кстати, мы тоже пражечку попивали, но как-то, короче, я не знаю, то есть раньше она у меня никого там восторга не вызывала, но в последнее время я что-то как-то такой, типа, ну, месяца два последних я ее беру плотненько, и я вам скажу, это отличное пиво, это прям замечательно, это деситка, это легкое пиво, это у нас алкоголь 4 градуса, при этом добротный 0,5, стоит вся эта история не дешево все-таки, там 150 рублей бутылочка стоит, да, да, сейчас все дорожает, к сожалению, ну, что поделать. Давайте посмотрим по составчику, вода питьевая, ячмены, хмельопродукты, так, это у нас получается город, ну, это же Прага должна быть, Париеров, Чешская Республика, ну, нет, это не Прага, конечно, сама как город, ну, ладно, фиксируем. Короче, пражечка, пражечка давно стоит на российском рынке, скажем так, продается и в пятерочках, ну, я думаю, с ней ее проблем не будет достать, да, когда хочется какой-нибудь Чехии, вот вам, пожалуйста, на лето тоже неплохой вариант, не знаю, мне она нравится чем? Мне нравится она своей легкостью, но при этом очень хорошим балансом солодов, то есть она, видите, такая уже чуть более, не то что чуть более, она прям янтарней-янтарней, чем все остальное, которое мы сейчас пили, то есть при этом такая вот даже супер отлично профильтрованная, пена из шапочек плотная, не знаю, визуально классно, давайте понюхаем. Отлично пахнет, пахнет солодом, пахнет, ну, при этом запах не яркий, сразу говорю, очень свежо пахнет, свежо, прям очень свежо пахнет и пахнет хмелями, то есть какой-то хороший баланс солода и хмелей в запахе, давайте пробовать. Оно такое, знаете, чуть более грубоватое, конечно, чем Хелес, чем вот эти вот две истории, Жигули и Эль Капулька, оно имеет такую, знаете, хмелевую горечь, которая остается на языке, но при этом, когда вы пьете, она сразу не ощущается как послевкусие. А пиво супер легкое, пролетает, никаких там, у вас, ну, тут плотности нет. Ну, конечно, есть, ну, как бы, блин, вы поняли о чем я. Очень-очень-очень питкое, очень легкое, супер забалансировано, нет никаких перекосов, там, хмелевую историю, солодовую историю. Вот мне очень нравится, как тут, вот вы сделали глоток, оно пролетает замечательно, то есть вы чувствуете, вот, очень хороший, так сказать, баланс, и после этого уже приходит такая легкая горчиночка. И это вот замечательно, то есть это мне в этом пиве очень нравится. Не знаю, вот сейчас ищу все для себя, какой-то идеальный вариант на постоянку, легкий, за адекватные деньги, да, скажем так. Так, прашка отличный вариант, но все-таки она дороговато, то есть все-таки 150 рублей за деситочку, это как-то вот, ну, как по мне, уже дороговато, да, но если любите Чехию, если кошелечек позволяет, то прашка отличная, то есть она уже себя, думаю, зарекомендовала, вот, но не в моих глазах, скажем так, потому что в глазах размечталась. Размечталась. Ладно, короче, раньше она мне не очень нравится, как я говорю, но сейчас она мне прям супер заходит, отличный вариант. Ребят, поставьте выпуск лайк, если вам все нравится, если вам нравится такая подборочка, если считаете полезным такие делать вещи, поставьте лайк, и напишите комментарий, какой, в принципе, берете пиво себе на лето, может быть, там, свой топ какой-то напишите, там, топ-3 напишите. Тоже будет интересно посмотреть, что пьете, и подписывайтесь на телегу, потому что телеги выходят только раз, что они выходят тут, то есть, то там выходят какие-то там, либо на какой-то фез сгонял, либо еще что-то там выкладываю периодически, что появляется в магазинах в рознице интересного, подписывайтесь. Так, теперь давайте перейдем, наверное, к, давайте жигули барное добьем. Вот такая вот история, думаю, все видели эту бутылочку, мне кажется, вообще все, кто хоть как-то пиво пьет, хоть раз видели эту бутылку. Это жигули барное, это МПК, это у нас такая яркая, солодово-сладкая история, очень легкая, 4,9 алкоголя, не первый раз и не последний, уже много раз было это пиво у меня на канале, оно, это, блин, слушайте, вот я говорю, это лучшее пиво за 50 рублей для меня, то есть, потому что МПК, я не знаю, то есть, есть смысл зачитывать солода, не солода, я не хочу ничего зачитывать, просто буду... Ребят, те, кто давно на канале, да вы уже, наверное, смотрели ролики и знаете, там, что по плотности, что по солодам и так далее, это легкая история, это легкая янтарная, скажем так, солодовая история, вот, посмотрите, очень солодовая, хорошая, вот моешь, моешь боковые шить, такое, что за пузырьки снизу, ладно. Вот такая вот история, яркая, солодовая, пенная шапка, плотненькая, не знаю, сколько было выпито Жигули Барнах, и на лету оно замечательно заходит, потому что, блин, ну вот, реально, вы взяли себе 4 бутылки, заплатили за них 200 рублей и спокойно себе отдыхаете, под шашлычок, вообще замечательно. Давайте понюхаем. Ну да, оно пахнет солодом, солодковато чуть-чуть пахнет, это, не знаю, идеальное бюджетное пиво, максимально идеальное, но оно сильно отличается от всего представленного, то, что оно не такое легкое, то есть там, ладно, скажу вам, плотность, где она у нас тут? 12 плотность идет, оно уже такое понажористее. Давайте пробовать. Ну да, то есть тут уже чувствуется солодовое тело, тут чувствуется, соответственно, хмелевая горечь, которая приходит потом, она не яркая, она не такая, как в пензенском хамовниках, она такая более мягкая, но чувствуется, то есть это уже такое прям пиво-пиво, уверенное, скажем так. Это, но при этом, опять же, как бы это не говорит о том, что оно прям, я говорю, такое, оно нелегкое, нет, оно вот типа продолжает быть питким, хорошим пивом, но это не вот эта вся история, скажем так. Тут засыпи солода больше и как будто чуть нажористости больше, так скажем. Я сейчас буду немножко ускоряться, потому что уже как бы, ну, времени-то немало, я уже записываю 11 часов вечера и как бы так. Так, ладно, давайте, наверное, дальше поступим по следующему принципу. Уже язык начинает забавляться. Давайте пшеничка и у нас еще 5 штук останется. И потом дальше такому полу-крафту пойдем. Францисканер. Какое лето без пшенички, скажем так, да? Летом пшеничка заходит просто замечательно, мягко обволакивающая, освежающая. То есть это прям очень хороший вариант на лето, именно как стиль, да? Францисканер, он доступный, он стоит 80-90 рублей. Он, я не знаю, это очень хорошая пшеничка. У меня была целая серия обзоров по пшеничкам. И францисканер, в принципе, довольно достойный вариант за свои деньги. То есть он сильно выделяется на фоне остального российского, так сказать, пшеничного масс-маркета, да? То есть то, что произведено, в принципе, в России. И это прям вот хороший-хороший вариант. Давайте, ну ладно, по составочку прочитаю. Сейчас сол пивареный ячменный, пивареный пшеничный, хмельные продукты. Тут ничего такого нового. Так, ребят, я сейчас не буду зачитывать там, я не знаю, описание, там, производство и так далее. Это супер популярное пиво, где нет смысла прочитывать всю эту историю. Не знаю, как по мне. Либо я, может, тороплюсь, конечно, но... Не знаю. Не первый раз читано, уже перечитано и все именно свете. Вот. Смотрите. Пен и шапка. Прям плотная-плотная, да? Такая хорошенькая. Ну, цвет желтый, цвет такой прям плотный, яркий. Не знаю. Цвет очень хороший. Ну, не то, что яркий, он даже вот, ну, как бы я на камеру, ой, на камеру на свет смотрю, вы смотрите не на свет. Но цвет насыщенный, если коротко, да? Пена-шапочка плотная. Давайте понюхаем. Давайте так. Францисканер, наверное, лучшая пшеничка до 100 рублей, которая продается в масс-маркете и супер доступна. Наверное, вряд ли есть какая-то другая пшеничка, которая в той же ценовой категории будет лучше. Напишите в комментариях, по вашему мнению, если есть такая, будет интересно на самом деле. Она нежная, обволакивающая, такая супер питкая, но мне не хватает, ну, действительно, засыпь пшенички еще побольше. То есть, она была супер плотная, да? Вот. Не то, что плотная, что ее жрать надо. То есть, нет, не вот это, а скорее, вот, чтобы еще больше было вкус от этой пшеницы, да? Но при этом такое не будет за такую цену. То есть, если вы хотите более нажуристые истории, это уже история, которая стоит намного дороже. То есть, это будет там 200, 250, 300. Францисканер отличная пшеничка такая на каждый день, скажем так, на лето, когда вот прям вот жарко, хорошо и хочется выпить какой-то пшенички. То есть, это не подойдет под шашлыки однозначно, потому что, ну, как бы, кто-то, конечно, пьет с шашлыками вместе, но ты наедаешься. То есть, это прям вот такой, как будто отдельный обособленный продукт, когда ты пьешь и, в принципе, наедаешься. Не знаю, хорошая-хорошая пшеничка. Если говорить еще из пшеничек других, то Лебенвайз отличный, чуть подороже вариант, то есть, он стоит где-то 120 рублей, 110 уже. Вот, но мне Лебенвайз всегда больше нравился. Ну, как бы, с другой стороны, когда он был еще и импортным, нормальным, каким-то таким, знаете, раньше он казался вкуснее. Вот, но францисканер достойный вариант, очень достойный вариант. Потому что, если нужна пшеничка на лето, как по мне, лучше францисканера за свои деньги не найти. То есть, если есть денежка, берете что-то подороже, поинтереснее. Но мы, как бы, следуем категориями доступности, скажем так. Сейчас уже пойдем к более недоступным вариантам, но все же. Ладно, давайте-ка дальше пойдем по... По какому пути? Давайте пойдем с масс-маркетом закончим полностью и перейдем к крафту. Какую темку я прознал, скажем так? Вот, что, ну, как прознал. То есть, многие, наверное, уже давно это знают, но все же, что летом в жару отлично заходят и пашки, а хмеленки, вся вот эта история. Я как-то, не знаю, как-то так случилось, что летом я обходил варианты с ахмеленками сильными. Как-то их не особо пью, все пью, что-то такое тоненькое, так хорошее. Вот, и как-то в банке, скажем так, я взял с собой и пашек и был безумно рад, потому что хмеля, которые есть у и пашек, эти американские цитрусовые вот эти вот хмеля, они офигенно заходят летом. Просто замечательно. И, как бы, грешно не сказать про Волковскую и пашку. Легендарная и пашка, которая, на самом деле, продается, мне кажется, сейчас уже во всех уголках страны. То есть, если вы хотите попробовать что-то, горькое пиво какое-то, то оно вам отлично подойдет. Она стала стоить дороже, то есть, Волковская подняла цены в 110 рублей, что стоит в переклестке, но при этом до сих пор по 70 рублей, ты ее можешь взять в какой-нибудь КБшке и так далее. Вот. 55 IBU, 14 плотности, 5,9 алкоголя. Это еще и крепенькое. Ну, как бы, опять же, 5,9 алкоголя и такая супербольшая крепость, чтобы не пить ее летом. Так, ладно. Давайте, ну, что делают, понятно, у нас МПК. Давайте покажу, как она выглядит. Тут, скорее, история для тех, кто, ну, грубо говоря, никогда не пил и пашки, никогда, ну, не знаю, какая Волковская и так далее. То есть, большая часть аудитории этого канала, конечно, представляют себе Волковскую. И для них это, я сейчас говорю, как в это, знаете, как бы, впустую, потому что они ее перепили, но все равно, то есть, люди, многие, которые пьют постоянно что-то такое обычное, легкое, ячменное и так далее. Возможно, у них это будет открытие. И Волковская делает большой вклад в это, когда создает такие вещи за адекватные деньги. Ну, там, ну, понятно, что нефильтрованное. Вот, мутненькое такое, плотненькое, желтоватое. Ну, и висуально хороший пашечка. Давайте понюхаем. Ох, что-то давно я не пил Волчок. Очень давно. Ну, пахнет цитрусами и ягодами. То есть, пахнет хорошими хмелями. Пахнет суперприятно. Пахнет прям вот цитрусы и ягоды. Что для лета, так сказать, еще надо. Давайте пробовать. Очень хороший паш, который обволакивает полость рта. То есть, прям вот нежная. То есть, вот знаете, наверное, как даже... Если брать, допустим, пшеничку, да, францисканер. И пашку от Волковской, я бы, наверное, взял и пашку на лето. Вот, ну, я говорю, опять же, момент к моменту. Но все же. Я бы, наверное, брал Волковскую по одной простой причине. Потому что по плотности во рту они очень сильно похожи с францисканером, вот этим товарищем. Но при этом тут у вас есть допник. То есть, назовем это так. Это очень хороший хмель. Яркая хмелевая горечь, которая такая травянистая. Такая приятная. То есть, не сильно горькая, но достаточно, достаточно горькая. Вот. Она, насколько вот выигрывает францисканером. Это не разные стили. Их нельзя сранивать. Я говорю именно с точки зрения ощущений, да. То есть, что если вы любите, грубо говоря, если вы все около с горечью, да. То есть, у вас есть вариант взять францисканер пашку, я взял пашку. Потому что как-то вот, ну, не знаю. То есть, такое вот и освежает хорошо. И цитрусы есть, и ягоды, и в запахе, и во вкусе у вас. Вот эта вот хмелевая горечь супер приятная. При этом волакивает, легко пьется, освежает. То есть, ну, вокус, как красавчики. Я прям сильно советую тем, кто хочет попробовать яркое что-то хмельное, интересное, необычное. Выйти, так сказать, из круга лагеров. Назовем это так. Ну вот. Попробовать что-то интересное. Как по мне, это отличный вариант. Давайте переходить дальше. Run Forest, New Rigs. Run Forest ворвался. Это у нас Hopped лагер. Это охмеленный лагер. Ворвался, так сказать, в масс-маркет. Продается он давно где продается, на самом деле. Он и в Венлайбе стоит, в Азбуке стоит. Он стоит в Ленте, Ашане, по-моему, и так далее. Да куча где стоит. Это такой вот пол-крафт, да. То есть, и масс-маркет, и крафт, хер пойми, что это такое. Это охмеленный лагерок. 4,5 алкоголя, 12 плотности и 30 АБЮ. Ну, то есть, горечь. Вот. По составчику. Где у нас состав? Вода питьевая, соперный чмин и хмель пивной дрожжи. Тут ничего нового. Взял я его за 150 рублей. Это уже прям недешево. Но это для тех, кто не особо разбирается в стильных. Это, по сути, лагерок. Вот как вот мы сейчас брали. Вот эти первые пробовали. Но охмелён. Американскими хмелями хорошо охмелённый. Скажем так. Давайте по простому варианту пойдём. Пенная шапка огромная. Из-за того, что я она криво, наверное, налил. Вот. Но она часто бывает у них такая. Такой, знаете, нефильтрованный лагерочек. То есть, он вроде как бы выстоянный, да? Такой мутненький. Пенная шапка супер плотная. Давайте понюхаем. Ох. Ну, тут, конечно, тяжело что-то за такой пенной шапкой прочувствовать. Но всё же. Ну, пахнет цитрусами. Пахнет цитрусами. Но, блин, пенная шапка супер огромная. Если коротко, это пиво, которое тоже я очень часто пью. Я его беру, исходя из того, что я хочу попить что-то лёгкое, но при этом ярко-хмельное. И вот почему я сказал, что я волкскую давно не пью. Потому что если у меня хоть что-то хмельного, да? Такого, американских хмелей, ярких, такие цитрусы там и так далее. Я беру Рандфорест по одной простой причине. Потому что он по плотности во рту, он намного менее плотный. И хмеля тут намного лучше. То есть тут, поймите то, что вы не можете засыпать столько хмелей, сколько хочется, чтобы пиво стоило 70 рублей, да? Тут хмеля по-другому подобраны. Другие хмеля, такие более яркие, более интересные. И оно поэтому дорого и стоит. Но я часто беру эту историю довольно там в баньку, ещё куда-то. Вот у Рандфорест отличное освежающее пиво. Ладно, давайте ещё раз. Ну, пасёт просто хмелями. Давайте попробуем. И вот та самая разница, о которой я разговаривал. Вот волкской ты наедаешься. То есть она настолько плотная, такая вот обволакивающая и так далее. То есть, а Рандфорест, этот лодерочек, он такой лёгкий. Ты делаешь глоточек, она у тебя пролетает и потом догоняет горечь хмелевая, да? То есть она такая, как бы, ну, с одной стороны яркая, с другой стороны она осаживается на нёбе, да? То есть она такая, имеет горчинку приятную, но при этом не супер такая, знаете, неприятная горечь. Волкская, она как будто горчее. То есть у них вроде как бы, да, но она должна быть. То есть та бьюшка меньше, то есть уровень горечи меньше в Рандфоресте. Волкской больше. И вот вариант, если вы хотите попробовать, кстати, что-то хмельное, наверное, если увидели вот эту историю, лучше её сначала попробовать, а потом приходите к Волкской. Но просто Рандфорест меньше распространён. Скорее вы больше увидите Волкскую, чем Рандфорест. Ну да ладно. Если приходить к самому. То есть он очень лёгкий, это прям вот... Есть, конечно, ИПЛ-ки намного легче, скажем так. Но это очень хороший вариант. Он очень легко пьётся, он очень хорошо пролетает, при этом имеет на финише горечь хмелевую приятную. Плюс у него супер... Сейчас вот я уже, когда, так сказать, пенная шапка подспала, я спокойно себе нюхаю эти хмеля прекрасные. И тут прям, ну, супер ярко вылазит какие-то цитрусы, ягодки и так далее. То есть это прям вот супер-супер-супер очень хорошо охмельно. Цитрусово больше в первую очередь. Вот, если для лета прям вот это прям супер-классный вариант, если любите ИПАшки. Я уже прям в косой сижу, ребята, если честно. Потому что очень довольно тяжко рассказывать про пиво, которое ты довольно часто берёшь, потому что всё из того, что присутствует, я довольно часто беру. Вот, и про это рассказывать довольно как-то тяжковато. Поэтому поставьте лайк. Ладно, давайте переходить к крафту. Давайте вот сейчас начнётся то, что довольно редко встречается. С чего же нам начать? С чего же нам начать? Давайте-ка начнём с панзера. Фиг с ним. Панзер Блокет. У меня была целая серия выпусков по стаутам. Это Милк Сталт. Это молочный стаут. Да. Почему я его взял? Потому что летом, летом, иногда всё-таки хочется попробовать чего-то, так сказать, тёмненького, назовём это так. Сталта хочется попробовать. Но из всех стаутов, которые там есть, там овсяные стауты и так далее, мне почему-то показалось, что Милк Сталт для лета намного лучше. То есть, и он такой сладковатый, такой вот лёденький, там, молочный и так далее. И Милк Сталты разные бывают. То есть, бывают прям супер сладкие и так далее. Но хороший Милк Сталт, он на самом деле должен быть очень питким. То есть, он не должен быть плотным. То есть, он должен быть таким пролетающим. Поэтому победителем, так сказать, битвы, которая по Милк Сталтам у нас была на канале, это был панзер Блокет. И он, почему я его ещё взял? Потому что, во-первых, он доступный. То есть, панзер Блокет часто продаётся довольно в вкусвиле. Он продаётся периодически в гиперах. Его можно достать. И он часто, ну, очень часто присутствует во всех, в принципе, крафтовых магазинах. Тут у нас получается 5 алкоголя, 24 бью, 15 плотности. То есть, ну, по сравнению с этими товарищами, конечно, плотность довольно высокая. Но, по факту, он лёгкий. Так, вода, солопивоваренные ячмены, керамельные дрожжи, обжаренные зёрна ячмени, хмель, лактоза, дрожжи пивные. Это кому интересно по составу. Не знаю, как по мне, он до сих пор для меня остаётся лучшим милксталтом, который я когда-либо пью. Ну, ладно. Загну, когда-либо пью. Ну, это очень классный милксталт. Он просто классический. Такой, какой должен быть. То есть, те, кто шарит за милксталты, я думаю, либо обосрут меня, либо скажут, что это так выкрутилось. Вот, да, 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 да. Они говорили, что сталк не для лета, но он тут есть, скажем так. Чёрный, чёрный. С тонкой пенной шапкой, скажем так. Но тут кайф не в этом. Фиксим, как он выглядит, это вообще не имеет значения. Как он пахнет. Он пахнет шоколадом. Он пахнет таким сладким шоколадом молочным. О, божечки. Не знаю. Блокет я беру очень часто. Ну, скажем так, в год. В год, при том, что у меня есть обзоры, что я много всего разного беру. Всё равно в год я блокетов беру штук 10 минимум. То есть, прям очень часто. Это лёгкий, офигенный милксталт. Он пахнет, как офигенный какой-то шоколад молочный. Прям супер классный. Давайте пробовать. Забыл сказать. Стоит он там 200 рублей примерно. Во всех магазинах по-разному. Но около 200 рублей он стоит. Он... Всё-таки это лучший милксталт для меня. Я уже миллион раз повторил. Это офигенный милксталт. Он лёгкий. Он супер питкий. Он офигенно пролетает. При этом имеет молочную основу. То есть, которая прям во рту. Вы чувствуете, как будто вы пьёте какой-то, знаете, охлаждённый шоколадный... Шоколад с молоком. Вот что-то такое вот лёгкое пьёте. Есть такая, знаете, солодовая, солодовая горчинка. Такая шоколадная. Она на послевкусе и при этом обволакивает. И при этом лёгкая, и при этом обволакивает эта молочная история. И что самое кайфовое. Он не супер сладкий. То есть, это самое главное. Потому что милксталты бюджетные, которые обычно есть, либо там, в принципе, часто бывает так, что милксталты очень сладкие. В данном случае это вообще не так. То есть, эта сладость небольшая, я бы сказал, минимальная. Она не мешает вам никак. То есть, она прям вот, ну, я не знаю. Очень сложно описать. Видимо, потому что я уже пьяненький, поэтому сложно. Но, короче, это очень классный милксталт, который прям лёгкий, питкий. Когда хочется немножко шоколадочки. Ну, жарко. Не хочется и кушать пиво. Хочется всё-таки как-то это, знаете, и шоколадку, и при этом, и при этом пить его легко, скажем так. Это вот, знаете, как сейчас за Гиннесами рубутся, да. Вот Гиннес, кстати, нормально пить вполне холодным, скажем так, летом, да. Вот. Но при этом, блин, когда у тебя есть такая красота, я бы её просто в бар ставил бы максимально. И продавал бы, и пил бы, и радовался. Потому что летом это прям отлично зайдёт. Вот другие сталты уже берёшь, там, типа овсянку. Ну, ладно, и перца вообще не беру, и перца летом пить в жару, это вообще такое развлечение. То есть, ну, какие-то вот, сколько милксталтов я попробую разных, они всё равно более плотные, более алкогольные. Тут алкоголя вообще нет, вот во вкусе вообще нет. Постоянно видно, что уже я пьяненький, но, как бы, это вот все другие виноваты, а я мне устал, это не виноват. Ладно, давайте дальше. Ребят, если нравится, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал, тут куча всего интересного, правда. То есть, видите, какой большой обзор запилил под конец вечера, блин, нафигеть, сколько бокалов. У меня даже бокалов столько нет, вот осталось прям последнее. Ладно, это тоже, объясню сейчас, почему взял. Это Red Button, Kutz или Kutz, я всё время путаю, ну, давайте Kutz называть. Это у нас 0,5, 5 алкоголя, что это такое? Это классическая газешка. Это у нас классическая газешка. Почему я её взял? Потому что долго мы там стояли с ребятами в магазине, обсуждали, что взять, что не взять, так сказать, с продавцами, консультантами, и всё равно пощипываю такому, что иногда летом хоть что-то солёненького, бывает такое, да, то есть, когда что-нибудь тут хочется, вот обычного чего-то выпить, как рассольника, знаете, вот, наверное, так будет правильно. Вот рассольничек хочется иногда летом выпить, холодного такого, прям как садил, вот. Для тех, кто, так сказать, никогда не пил газешки, это пиво с солью, с кориандром, ну, вот, прям состав сейчас могу, в принципе, зачитать, что вот в данном пиве. Питьевая вода, соль, пивоваренные ячмены, пивные дрожжи, кориандр, соль, хумерные продукты. То есть, это очень такая вот, знаете, ну, сейчас я покажу, почему я взял, в принципе, Радбатманскую, потому что я их классические истории газешные пробовал, они мне нравились, то есть, кто делает аналоги, я не особо знаю, ну, как бы, есть, давайте, ладно, из Салтидок, из масс-маркета, это Бакунин, Бакунин Салтидок, по-моему, Голубая Банк, можете в масс-маркете попробовать, это просто на 2-3 главы, это намного более качественная просто история, поэтому, ну, как по мне, опять же. Такая мутненькая, пены, шапочки, нет, ее-то особо-то, в принципе, и быть не должно. Вот так выглядит эта история. Самое главное, как это пахнет. Ну, это пахнет реально, как какой-то рассольник, вот прям, вот как рассольничек пахнет. Божественно, это как огуречки, какие-то, знаете, типа, замаринованные огуречки, солено пахнет, пахнет, не знаю, короче, вот как пахнет банку маринованных огурцов, открыли, вот носик засунули, вот так оно и пахнет. Давайте проводим. Что тут кайфовое самое в каце-куце, что это отличный баланс, то есть тут нету перегиба в какую-то сторону. Это пиво, в первую очередь. Пивной вкус есть? Есть пивный вкус. Соль. Соль отличная, то есть нету перебора, знаете, когда вот, когда люди пересоливают, говорят, что типа, ну, влюбился. Нет, тут никто ни в кого не влюбляется, то есть тут соли достаточно, то есть соли прям как должно быть, да. Это прям такая вот приятно, хорошее соленое пиво, как бы это странно не звучало. И кориандр, да, то есть как бы тут во вкусе он особо-то и не чувствуется, скорее вот какой-то баланс есть между пивом и, может быть, каким-то специям, может, специи какие-то присутствуют. Но я скажу так, что для лета это все-таки более такая специфическая история. Знаете, вот когда бы я хотел такое вточить, вот да, 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 да. Вот скорее, может быть, все-таки не на лето, а после баньки. Вот после баньки я бы такое вточил с радостью. Почему? Потому что такая солененькая, такая кайфовая история, солдовая. Не знаю, вот для лета как будто вот эта вот соленая история, она как будто какая-то спорненькая немножко. Это не совсем пиво под лето как будто, вот честно. Но при этом отнести к кому-то времени года его, в принципе, тяжело. То есть, ну, не знаю. Ну, короче, спорно. Для лета спорно. Не знаю просто, как соль сочетается с летом. То есть, как бы, вот я бы, наверное, так, давайте так. Это если прям супер сильно охладить, да, потому что вот у вас появится соленый привкус, да, вот этот вот соленый привкус. И пиво, то есть вот это вот будет хорошо. После жаришки прям вточить. Вот это хорошо, я понял. Это подойдет прям после очень сильной жары. Вот прям очень сильной жары. То есть, вот ребята, где живут в регионах, где там, типа, аля, под сорокет. Вот это вам понравится. Это прям точно понравится. Ладно, давайте переходить к последнему варианту. У меня уже места нет под бокалы. Но что поделать, нам нужно закончить. Пивоварение, в принципе, не ограничивается историей, связанной с каким-то там легким пивом, там, хмельным пивом, темным пивом, соленым пивом, газешками. Я думаю, многие из вас видели и знают, что есть всякие там сурочки, пастики и так далее. То есть, это пиво, в котором, в которое пихают ягоды, фрукты и так далее. То есть, это плотные истории. И я решил взять штамбировский джусик. Написано, альпака джус. Альпака джус. Это у нас стоит, ну, кстати, забыл сказать, это стоило 200 рублей. Это тоже 200 рублей. А это стоит уже, история, 300 рублей. 300 рублей. Почему я ее взял? Потому что, в принципе, всякие там, всякого рода сурочки, джусики, пастики и вот эти вот все сладенькие историки. Историки. Все. Истории. Они летом отлично заходят, на самом деле. Потому что это все фрукты, ягоды. Это сочно, вкусно, сладко. Тут вы не получите пиво во вкусе от соуса совсем. То есть, это будет просто какой-то, знаете, такой фруктовый коктейль, назовем это. То есть, вот это вот фруктовый коктейль. Это не коктейль, который продается там за 80 рублей, прозрачная газировка со вкусом каких-то ягод. Нет, это прям вот суперфрукты. И почему я взял штамм? Потому что, во-первых, он как бы, ну, есть все-таки и в таких более-менее знаменитых магазинах. Типа там, Винлап, ой, Винлап, Вкусвилл, Перекресток там и так далее. И они дальше распространяются. Все-таки это более доступная история. Но, с другой стороны, они все плюс-минус одинаковые. То есть, вы берете сурочек, как правило, да, какой-то, который все равно будет хороший. То есть, это все уже научены сделать, у них проблем с этим нет. Давайте по составчику. Вода подготовленная, соут, ячмен, ихмель, дрожжи, пивные, пюре, клубники, черники, сок, граната. Да, то есть, и вот эти истории, они, как правило, бывают разные. Ну, не конкретно вот этот штамбировский. То есть, вы можете взять любой сурочек похожий, который будет, в любом случае, вкусный. И я уверен, что это тоже будет вкусно. И, как правило, причем хорошо алкогольно. То есть, это прям вот выпил, выпил хорошо. Алкоголь 7, плотность 20. То есть, вот такую сладенькую штучку выпили. 7 алкоголя, 7. Да, стоит 300 рублей, там, ну, 280 будет стоить, да. Вот. Ну, летом, ну, вот смотрите. Ну, чтобы было понимание, да. Ну, то есть, вот такая вот красивая история. Ну, это прям, типа, гранатовое пюре какое-то. Вот. И такие истории. Девчонкам классно заходят. Да, и в принципе, заходят хорошо. А вот хочется что-то вот фруктового напитка, да, но алкогольного, да. То есть, хочется что-нибудь, сок какого-нибудь летом попить в жаришку. Прям вообще замечательно. Я поэтому такую историю сюда взял. Я не беру это обычно, в принципе, да. Но, во-первых, это дорого. Во-вторых, это, ну, как-то я не знаю. Это не пиво с точки зрения классического понимания, да. Но летом в жаришку, как по мне, хорошо. Давайте понюхаем. О, пахнет охреневш. Просто пахнет супер круто, пахнет клубникой, пахнет супер сладко, кайфово. Я не знаю. Давайте попробуем просто. Это очень круто, на самом деле. Вот, блин. С одной стороны, не беру такие вещи, да. Но штамм есть штамм. Они сделали то, что должны были сделать. Это, на самом деле, алкогольно. Довольно. Алкоголь вроде и чувствуется, и не чувствуется одновременно. То есть, он вычувствует, что тут, ну, типа алкоголь присутствует. При этом он неплохо спрятан. Но самое кайфовое тут что? То, что кислость есть и от клубники, и от грейпфрута. Офигенное сочетание грейпфрута и клубники. Просто охреневшее. То есть, вы чувствуете и то, и то. Они соединяются просто в кислинке. Вот именно в кислинке. Ну вот. И, то есть, ну, все эти солода, все это спрятано, замечательно. Это просто офигенный пюреобразный напиток, да. То есть, короче. Все, кто, как бы, пробует крафт, они понимают. Те, кто не пробует крафт, я вам просто советую попробовать. Не важно, что вы пробуете. Зайдите в крафтовый магазин летом. Скажите, дайте мне какой-нибудь плотненький суурочек, скажем так. Либо пастик. Вот. Ну, потому что пастики тоже разные бывают. Вот. Там есть ягоды, фрукты у всех по-разному. Короче. Заходите, говорите, дайте мне плотный суурочек с клубничкой, там, с чем-нибудь таким. Идеально, что там дайте мне. Ну и все. И что-нибудь вам дадут. Вы попробуйте, раз это, условно, в жизни, если никогда не пробовали. И поймете, что это такое. И, скорее всего, будете практически брать. Потому что темка суперпопулярна. И на лето, как цитрусы, как вся эта классная история. Там, ягодная, цитрусовая. Без разницы. Она очень хорошо заходит. Освежает. Пьется хорошо. Как рактельчик. Как вареньку какую-то прям суперсладкую. Разбавлено с водичкой пьешь. И кайфуешь. Фух. Ребят. Ну, скажем так. Выпуск был непростой. Все это пью, действительно, стоит брать на лето. Однозначно. Наверное, на этом все. Пишите в комментариях еще раз, что вы берете обычно летом. Что вы предпочитаете пить летом. Подписывайтесь на канал. То есть, тут много чего интересного выходит и полезного. Все. Всем спасибо, ребят. Хорошего лета вам. Отдыхайте. Гоняйте куда-нибудь отдохнуть. Я не знаю. Не сидите дома летом. Летом надо гулять, отдыхать. Кайфуйте. Отдыхайте. Сучайся с друзьями. Отдыхайте. Там, если вы хотите в Турцию ездить, куда хотите ездить. Вытягивайте свою жопу из домашнего очага. Скажем так. Домашний очаг нужен для зимы, в первую очередь. Вот. На этом все. Ребят, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok